Панкреатит, нарушение обмена веществ, похмелье от самогона. Какие только версии мы не слышали после отравления Навального. Тактика далеко не новая и опробована Кремлем и пропагандистами уже не раз. Вбрасывать как можно больше нелепых версий, чтобы запудрить голову и тем самым оттенить самую очевидную версию с отравлением. Но верят ли во все это обычные люди? Давайте узнаем. Слышали про ситуацию с Алексеем Навальным? Слышал. Что думаете? Траванули. Грубо так. Почему вы придерживаете сомнений? Почему? Потому что за Скрипаля еще не закончили, а тут и новое. Мне кажется, было это все предусмотрено, все надо было, травануть надо было. Ну каких-то подтвержденных данных нет, но в целом учитывая, что он лидер оппозиции, есть вероятность того, что его отравили. Когда я узнала про Лешу, я заплакала, честно, я не буду отрицать, то есть настолько было грустно. Но мне просто грустно даже в первую очередь ситуация, когда люди относятся настолько бесчеловечно друг к другу. Это касаемо не только его, а вообще в принципе и вас, и меня, и ребят. Это вообще в целом про нас. А вообще вся эта ситуация, когда вы ее читаете, слышите, на какие мысли вас наводят? Только цензурная, да? Но в целом это абсурд. Полный сюр. Ужасно. Что именно ужаса этого? То, что она сторонит, и Алексей беспредел. Кремль это или не Кремль, но это отравление, это почти предумышленное убийство было бы, наверное, если бы вовремя не оказали помощь. Я считаю, что эта вот отговорка Путина, что, мол, нам невыгодно убирать Алексея, потому что это было бы слишком явно, это довольно смешно звучит, потому что что со Скрипалями, что в других остальных случаях, это куча раз уже подоказывалось, куча раз подтверждалось, что российские власти просто уже выходят за рамки. Не поклонница Навального, но я не считаю, что нужно такими методами действовать. Всем понятно, что его отравили, это понятно всем абсолютно. Мне его политическая платформа непонятна просто. Я люблю более четкие и ясные, но это ничего не значит, что он хороший мужик. Дай Бог ему здоровья. Ну, жалко человека. В первую очередь, человеку жалко, да. Ну, мы думаем, что это все подстроено спецслужбами. Я думаю, что это вообще вопиющая ситуация, ужасная ситуация. Такого быть, в принципе, не должно в стране, которая стремится к развитию. Вы знаете, я вообще далека от политики, но у меня вот папа пенсионер, он очень переживает. И даже сказал, что, наверное, вступит в партию, в поддержку Навального. Ну, простой народ переживает за него. Ну, страшно иногда. То есть, когда живешь в такое время, вроде как чека и все вот это уже прошло, оказывается, что нет. А то, что устраивают насчет того, что перехватили какие-то диалоги, по-моему, это цирк и сюр. Ну, во-первых, страх. То, что, в принципе, власть так может сделать с любым человеком, но это как минимум неприятно. Это как минимум. Вот. Недоверие еще. Да, недоверие и страх, в первую очередь. Мы теперь знаем, что нельзя доверять русским властям. Но мы и до этого это знали. Но сейчас мы понимаем, что они могут угрожать жизни человеку. Если до этого они как-то угрожали только экономически, отбирали деньги, там какие-то льготы, какие-то там права ущемляли. Но сейчас мы знаем, что они могут угрожать жизни каждого человека, кто им... Перейдет дорогу. Кто им перейдет. Да даже не просто перейдет, а просто неудобен. Ну, говорят же, омские врачи, например, что это мог быть панкреатит, диет, обмен веществ из-за этого. Это вряд ли. Разве можно не верить? Омским врачам? Ну, я... Учитывая, в каком плачевном состоянии находится наша медицина, я не уверена, что им можно верить. Ну, и также, учитывая, что Юлию Навальную не допускали к Алексею, когда он находился в Омске. Чтобы вот так вот в кому впасть и не выходить уже неделями, и от того, что ему сахарку вовремя не дали, я в это тоже не верю. Чем больше живешь и наблюдаешь за всем этим, тем больше не веришь никаким официальным заявлениям. Как вы думаете, когда происходят такие вещи и не заводят уголовные дела, или не пытаются расследовать это правильно, как к этому относиться? Относиться вообще отрицательно, когда уголовные дела не заводятся по разным тому причинам, будь то отравлением или вообще. То есть это подрывает судейскую систему всю страну. На кого его заводить? На Владимира Владимировича? Меня поражает в некоторой степени даже цинизм по отношению к Алексею. Я с глубоким уважением отношусь к нему и к его деятельности, и желаю ему только всего хорошего. Я надеюсь, как юрист по образованию, я надеюсь, что все-таки виновные будут найдены и понесут справедливое наказание. А вот вы как юрист, когда читаете о том, что СК отказывается возбуждать уголовные дела, правоохранительные органы все отнекиваются, какие это тоже эмоции вызывают? Я прекрасно знаю, что когда дело касается справедливости, ничего хорошего от наших органов ждать не следует. Какие эмоции вообще вызывает вся эта ситуация? Я думаю, как и у всех, недоумение. И задаемся вопросом о том, что как же так в 21 веке живем, а у нас все какие-то такие вещи происходят непонятные. Понятное дело, что ничего не понятно. И от неизвестности еще больше негативных мыслей. В том числе и о правительстве, которое ничего не говорит и все отрицает. И, безусловно, очень жалко Алексея и здоровье ему. Мы за Лешку болеем, чтобы у него все получилось и он выздоровел. Про Алексея Навального слышали? Так. У меня нет ничего от мысли. Я, знаете, я политичен. А политичность это когда тебе ехать в жопу и ты согласен. Вот примерно что-то в этом роде.